Всем привет, друзья! Сегодня пятница, это значит новое видео на моем YouTube-канале. Из последних новостей. Выпуски реалити-шоу подходят к концу, следующий вы увидите именно в понедельник, и все три оставшиеся выпуска вы увидите на следующей неделе. То есть вам не нужно будет ждать понедельников, а на следующей неделе будет сразу три новых видео. У меня сломался свет, поэтому я немного извиняюсь, но закат у меня тоже ничего. В этом видео мы поговорим с вами о дружбе и о том, как я к ней отношусь, и вообще обо всём, что с этим связано. То есть такой домашний небольшой разговор. Так вот, я против опять же того, чтобы людей делить на типы, но на самом деле это очень хорошая идея. Потому что, во-первых, это помогает вам понять, кто для вас действительно важен, и с кем вам не стыдно пойти, допустим, на важную встречу по вашей работе. У тебя есть тип друзей, которые какие-то вот люди, которые ты понимаешь, что тебе лучше с ними не общаться, но при этом тебе с ними очень хорошо. Но при этом в голове у тебя есть такие мысли, что этот человек в твоей жизни не навсегда. Или потому что у него слишком какая-то активная своя жизнь, или потому что просто этот человек тянет тебя вниз чуть-чуть. Но тебе с ним весело, вы можете поржать, посмотреть пиццу, или что-то в этом духе. У меня есть друзья, с которыми я вижусь, провожу время, нам очень-очень весело, но потом почему-то мы, то есть месяца два, можем вообще не переписываться, не общаться, но потом опять мы встречаемся, и нам опять весело и очень клево. Я не знаю, как собрать в кучу вот эту вот мысль, но на самом деле, возможно, это клево. Потому что вы берете время, обмениваете с какой-то информацией, когда вы встречаетесь. Это очень клево. Запомните одну такую вещь. Люди остаются в вашей жизни навсегда. То есть, если вы с кем-то пообщались, то этот человек уже вас навсегда помнит. Вы уже оставили свой след в его жизни. И в следующий раз, когда вы с ним будете общаться, у вас уже в голове будет та ваша встреча. Это все знают. Поэтому я никогда не считаю, что я потерял какого-то человека. Потому что в любой момент человек, который тебе нужен, человек сам притягивается. Мы все не вечные. Каждый из нас живет свою жизнь. И когда я лежу, допустим, на кровати и думаю о жизни, я думаю о жизни всегда. То есть, мы все постоянно находимся в ритме жизни, но при этом понимаем, да, то есть, флоу и то, что происходит. Так вот, я хочу сказать, что когда я лежу и думаю, я все время думаю за всех своих друзей, за всех своих людей. Я представляю, кто и чем примерно сейчас занимается в это время. И кто что думает. И когда я понимаю, что у людей, с которыми я знаком, все клево, у них клевая жизнь, клевые фотки в Инстаграме, мне как-то становится спокойно и хорошо. И я понимаю, что какие-то сигналы давать человеку, типа там, лайк в Инстаграм приходит тебе на телефон, это все бред. Это все бред, реально, это бред. То есть, ты напоминаешь человеку о себе, и если он сразу тебе начинает писать, типа, о, привет, здорово, как у тебя дела? Ты лайкнул мне фотку, типа, я должен тебе написать? Нет, это бред. Когда вы чувствуете какого-то человека по-настоящему, когда вы чувствуете внутри, там, вы вспоминаете о каком-то человеке со своего пути, отвечаю, он вам сам напишет. То есть, я могу о ком-то ехать, думать за рулем, и просто человек начинает мне писать, я реально пишу, я только что о тебе думал. Я не прикалываюсь. Вы в момент, когда вам хорошо с людьми, там, в тех же компаниях, вы вспоминаете себя, вспоминаете, что вы чувствовали. Это connection, это связь между людьми, и она никуда не девается. Она всегда остается между вами, неважно это. То есть, вы себя любите в тот момент, когда вы были открыты этим людям, вы себя не очень любите, вы, то есть, как-то вели себя странно, вы были не такими, вы сейчас лучше. Бывают такие состояния, но это нужно уже в этот момент своим мозгом думать, о том, как исправить ситуацию. Я это говорю к тому, что дружба, она на самом деле весь мир. Не все люди нужны вашей жизни, не все видели вас именно в том свете, теми глазами, которыми нужно видеть, но я вас очень прошу, умейте отпускать эти моменты. Смотрите, вы когда живете, вы своими глазами снимаете фильм. То есть, ты лежишь, вот чилишь, да, то есть, вот на кровати, ты все сделал так, чтобы лежать и видеть этот закат, чтобы слышать вот эту музыку, которая у тебя играет, и жить свою жизнь, как кино. Люди снимают картинку глазами. Не все это, правда, понимают. Я нахожусь в Америке, здесь все это прекрасно понимают, все прекрасно, то есть, снимают картинки глазами. Это я так просто называю. Так вот, мой вам совет. С этого дня снимайте своими глазами картинку, эксклюзивную, положительную. Это как, это должно быть, как нерассказанная история. То есть, депрессии никогда не должны это обламывать. Потому что, даже если вы в депрессии, у вас все должно быть просто в стиле самой величайшей, стильной, красивой депрессии. И расскажите мне о том, тяжело ли вам отпускать людей, то есть, вы вообще о них не думаете. У меня память очень хорошая, очень хорошая, я вообще всех знаю, всех помню. Снимайте своими глазами клевые кадры, снимайте глазами других людей клевые кадры себя, потому что вы все находитесь в жизни, на планете Земля. И когда-нибудь кто-то из вас точно задумывался о том же, о чем я. То есть, вы сидите в тачке, и вы встречаетесь взглядом с человеком, каким-то совершенно незнакомым. Вы думаете, что это не изменит его жизнь, если вы клевый, если вы смотрите как-то промзительно в этого человека. Во-первых, у него поменяется мысль, он будет думать в этот момент о чем-то другом. И в итоге весь его день пройдет по-другому. То есть, я надеюсь, я понятно выражаюсь. Вы меняете жизни людей тем, как они видят вас. Поэтому, стройте свой путь красивыми картинками красивым людям. Это все, что я хочу сегодня сказать. Не старайтесь общаться с людьми вашего возраста исключительно, потому что, если вы интересный человек, с вами интересно общаться всем. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, чтобы следить за моими последними фотографиями. И за тем, что происходит у меня в жизни, добавляйтесь ко мне в инстаграмчик. Ссылочка будет вот здесь. Если у вас клевая галерея, клевый образ, клевая жизнь, клевые мысли, welcome. Поэтому я вас жду в своем инстаграме, и следующий челлендж, я надеюсь, уже будет именно с вами. Ебать, я бы ему руки болгарской отрезал. Гомик, сука, я тебе в рот дал, сука. Блядь. Субтитры сделал DimaTorzok